Продолжим. Итак, мы говорим о проблематике взаимоотношений Израиля и Церкви, откуда она взялась, и мы с вами выяснили, знали, вспомнили, что основная проблематика это не сегодняшние разногласия, как я сделал акцент на этом, скажем, разных евангельских пониманий, скажем так. Или традиционной церкви, или богословских каких-то вопросах, а проблема основная, это лишь вершина айсберга, основная проблематика это доктрина замещания. И вот эта идея, что духовный Израиль, то есть Церковь стала духовным Израилем, она имеет под собой определенную логическую основу, но когда это лишь просто логическая основа и не более, то это привело к тому, что мы имеем. Что маемо то маемо, как кажется, так? То есть Израиль перестал быть детьми божьими, а Церковь стала детьми божьими, и вот духовным Израилем и все обетования, они теперь принадлежат Церкви. То есть, естественно, так говорит или человек, или невежественный в богословии, невежественный в божьем слове, или же умышленно поддерживающий вот эту идею, эту доктрину. В евангельских церквях, так, чтобы, может быть, немножко, как бы, походатайствовать за евангельские церкви, в большинстве своем это невежественный аспект. То есть, к сожалению, есть даже евангельские церкви, которые умышленно это трактуют, то есть, антисемитизм даже есть в евангельских церквях, и это к большому сожалению. Итак, это проблематика, которая есть. Когда мы ее понимаем, мы снимаем это напряжение. Когда мы понимаем, и в разговоре с евреем, когда вот мессианский еврей проповедует Иудею, скажите, кто из вас проповедовал Иудею? Именно иудею, ну, еврею, еврею иудею. Ну, понимаете, православный еврей — это один аспект, но вот иудею. Вот, пожалуйста, Валентин, какое его отношение, или вот их аргументы, или вообще вот его отношение к еврею, да? К еврею, мессианскому еврею. То есть, вот. Мы отступники, мы люди, которые не были для его отцов, мы больше не евреи, мы больше не люди, которые являют частью Израиля. То есть, вопрос закрыт, как бы, для него, да? То есть, мессианский еврей — это не только тот, который вот христианин, вот, как бы, один из них, это еще и отступник, да? То есть, вот он, как бы, вообще что-то такое ужасное. Когда евангельский верующий, скажем, чуть-чуть еврей, да, как я сказал выше, что каждый евангельский верующий здравомыслящий, он пытается как-то подмазаться к еврейским корням по плоти, думая, что как-то от этого лучше как-то будет, да, 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 то когда евангельский христианин проповедует Иудею, здесь завязывается философская беседа. Видите разницу? Но давлеет ли здесь проблема, вот та проблема, которую мы осветили сегодня, или на которую мы в основном опираемся? Да, давлеет и в первом, и во втором случае, реально, и в первом, и во втором случае. И поэтому это мы промаливаем, чтобы эта проблема, когда мы идем проповедовать, однозначно нам нужно молиться, промаливать ситуацию. И в первом, и во втором случае, мессианский еврей или евангельский верующий, идущий проповедовать евреям, конечно же, здесь мы подготавливаем духовную основу, безусловно. И я верю, что молитвы святых, на них Господь, Он отвечает, и духовное противостояние, конечно же, тот, кто в нас, тот больше того, кто в мире. И мессианского еврея и евангельского верующего объединяет одно, что тот, кто в нас, тот больше того, кто в мире. Аминь. Это очень важный момент. И когда мы думаем о том, что если я читаю так же Тору, как он, то это однозначно смягчит, то, наверное, я прошу прощения, наверное, мы ошибаемся. Потому что только, ну вот, если я мессианский верующий, и я опираюсь на то, что из-за того, что я читаю Тору, он меня будет слушать, скорее всего, я ошибаюсь, потому что это духовная проблема. Вот. Да. То есть это духовная. И духовную проблему мы решаем духовными методами. То есть это однозначно. Когда мы возвращаемся к проблематике взаимоотношений христианской, вот в классическом смысле, христианской церкви и Израиля, то, конечно же, возникает так же и культурно-религиозный аспект, например, праздники. Празники. Я не хочу здесь слишком загрязнуть, загрузнуть, вернее, в этом вопросе. Ну, он как бы тоже присутствует, но он не является самым основным и самым краеугольным. Не является. То есть и политический аспект, он тоже не является самым основным и самым краеугольным. Вновь и вновь говорю, что самая проблемная точка — это доктрина замещения, а по сути — дух антисемитизма. Аминь. Аминь. По этому поводу вопросы есть? Вопросов нет. У матросов нет вопросов. Можно меня у вас спросить? Как вы терпите рождественские праздники? Очень хорошо. А? Так же, как и я терплю Пасхи, куличи эти, Пасхи на Пасху, так и лишний раз покушать. Аминь. То есть у нас в этом смысле проблем нет. Не, ну это же еврейское рождество, правильно? Это же рождение еврейского меси. Аллилуйя. Слава Богу. Да, да. Не, ну в суд же ж уже... Хорошо. Тогда пойдем дальше. А почему в декабре Рождество? История церкви. Ходили, значит, римляне ходили и праздновали День Солнца Стояния. И христиане тоже, ну первые христиане, они тоже под это дело. Потому что это праздник был, ну вот, невероятный. То есть это дарили друг другу подарки, праздновали, кушали. Ну это такое, что-то... И христиане по привычке, ну они не то, что Солнцу там поклонялись. Ну это классно праздновать было. Да, и они вот это вот тоже праздновали и собрались, епископы. Так, что с этим нужно делать? И вот придумали вот такой вариант. И Константин он утвердил этот праздник. Да, да. Ну это решение было собора, безусловно. Да, где главенствовал Константин, а? А какой сейчас дать? Вы сейчас говорили? Я не... А какой... 325 год, конечно же. А рождество какое? Какого числа? А какая разница? Мы празднуем и 25-го, и 7-го. И там кушаем, и там кушаем. Так, а приняли просто вообще праздник? Не-не-не, приняли 25-го декабря. Если мы говорим о соборе, то, конечно же, декабрь, естественно. День Солнца... Дело в том, что в большинстве народов, населявших Римскую империю, декабрьские дни были праздниками. То есть, и все народы тут могли объединиться, знаете, как бы в вопросе сонсостояния. То есть, у каждого народа был свой праздник... Связан с 25-го декабря, да? Да. То есть, там тоже были плавающие даты, честно говоря. То есть, ну вот примерно это вот эти вот 20-е числа, скажем так. Ну, как бы вот, и взяли, и утвердили. Ну, Рождество будет вот так. Так, насколько я знаю, судя по тому, что я читал о иудейской традиции, о еврейской традиции, что они, как таковое, не праздновали дни рождения в принципе. Как бы там своя философия, там в муке рождаешься и так дальше, да? Так вот, поэтому в ранней церкви, естественно, вопрос Рождества и не поднимался в принципе. По большому-то счету. А вопрос Рождества, он поднялся сугубо уже с точки зрения, что-то надо с этими праздниками языческими делать. И вообще как-то, ну, вот так. Хорошо. То есть, это вопрос ясен. Ну, это не глобально разделяющий и Израиль, и церковь. Глобально, вот, задача моя была показать, что это дух антисемитизма, это доктрина замещения, которую мы сламываем молитвой. Аминь. Ну, тогда получается, доктрина замещения действует и с этим праздником назначено, да? Потому что заменили день солнцестояния на день Рождества. Ну, если можно так, ну, просто доктрина замещения, это вот конкретное понимание, что Израиль отпал, то есть, а церковь стала духовным Израилем. Вот. Нет, реально, это политический аспект. Это Константин, он смотрел чуть дальше. Поймите, он был политическим мужем. И он понимал, что христианство, почему он стал двигать христианство? Конечно, любители Константина считают, что вот он настолько вот был вот верующим, и просто так вот Господь его коснулся, Христос, что, конечно, он всех хотел перекрестить. То, что он был впечатлен Христом, это однозначно, да, мама его, Елена, была христианкой, и он знал Христа. Но то, что он был политиком, это 100%. И он христианство, то есть, к тому времени, то, на чем держалась Римская империя, это на римских богах, это на римской, так сказать, мысли, вот, религиозной, то есть, это все рухнуло, это уже не, это все рассыпалось. И он увидел в христианстве весьма что-то серьезное, что может сделать империю более целостной. Ну, принцип замещения действует точно так же, потому что они назначили именно в декабре, а не в июне, да? Почему в июне? А, кто не знает, замещение языческого праздника праздником Рождества Христова. Да, но вопрос не в месяцах, потому что, ну, никто не скажет, когда и Христос родился. Вопрос замещения. Мы сейчас рассматриваем принципы и там, и в той доктрине. Так, это не доктрина замещения, это просто, это не доктрина замещения, это просто замена языческих праздников христианскими придуманными праздниками. Все. То есть, доктрина замещения, именно формулировка, фраза. Я говорю о принципах. Ну, принципы да, 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 да. Принцип один и тот же. Принцип, конечно же, один и тот же. Замените одно, другие. Но Пасха, это не доктрина замещения. Да, то есть, это мы понимаем. Окей, тогда идем дальше. Если вопросов больше нет. То есть, принцип тот же, да, но именно выражение, формулировка доктрины замещения, мы поняли, что это такое, да. Израиль отпал, церковь стала духовным Израилем. То есть, там много аспектов, но политически он, конечно, преобладает. Смотрите, друзья, у меня сразу же, как бы, просьба или ходатайствую за евангельскую церковь. Потому что иногда возникают какие-то напряги между мессианским движением, мессианскими общинами и евангельскими церквями. Когда звучит выражение, что мы духовный Израиль. Когда вы слышите эту фразу, это не значит, что данное, например, когда я говорю о том, что церковь это духовный Израиль, использую эту фразу, я не подразумеваю доктрину замещения. С точки зрения того, что Павел говорит о образах, когда мы говорим о духовном Израиле, то есть мы говорим об образах. То есть, вот, как Павел говорит, это было с ними, ну, или автор, по сравнению к евреям, пример нам, это как тень там будущего и так далее. То есть, вот в каком контексте. Просто я думаю, что если мы это будем употреблять в разговоре с евреем, то это для него будет как красная тряпка, хоть это миф. Да, поэтому с евреем мы так не говорим вообще. И максимально мы от каких-то клише христианских, евангельских, конечно же, нам нужно отходить, безусловно. То есть, быть более корректными в данных вопросах. Окей? Аминь. Так что я немножко защитил евангельских верующих. Смотрите, когда я учился в библейской школе в Москве, я стопроцентно евангельский верующий, чтобы вы понимали. Когда я учился в библейской школе, мне однозначно там, у меня в принципе не было проблем, евреи, украинцы. Для меня, рожденный в СССР, для меня все люди братья, интернационал, там все такое. Я был в классе окружен евреями, немцами, корейцами. Я жил тогда где? Где? Где в Караганде. То есть, как бы, у меня проблем вообще не было в данном вопросе. В библейской школе мне привили любовь к еврейскому народу, в библейской школе мне привили любовь к Израилю. И завтра мы больше будем говорить о церкви в Израиле сегодня и дальнейшее развитие всего. В действительности, почему я говорю, что ряд евангельских христиан пытаются примазаться к еврейскому народу в физическом смысле слова. Хоть там организовывают танцевальные кружки, там какие-то вот... Потому что есть евангельские христиане, которые однозначно любят Израиль, любят еврейский народ, ратуют за спасение евреев, как и за язычников. То есть, у них нет вот этого разделения. Когда я учился в библейской школе, мне дали это понимание, что благословение Авраама, к примеру, если говорить о благословении Авраама, то есть, там четко нужно понять, что есть часть, одна и часть другая. То есть, в вопросе спасения, в вопросе Духа Святого, это одна часть, а есть то, что земля, например, она не принадлежит мне. Понимаете, как евангельскому верующему? То есть, вот. И много таких евангельских верующих. Вот к чему я веду. Чтобы не было вот этого напряга, когда мы слышим какие-то, или там читаем там с Ветхого Завета, вот, это как бы образ церкви там и так дальше. Да, это образы. И именно об этом, к этому я пришел, и мы этим закончим через некоторое время. Что есть пророческие образы церкви в Ветхом Завете. И мы можем воспринимать это или не воспринимать, но мы можем попробовать так посмотреть. Я возьму только два примера. Первый пример – это Руфь. И второй пример – это кто? Как вы думаете? Есфирь, царица. Руфь. Как она может быть пророческим образом? Да, совершенно верно. Твой народ моим народом, твой Бог моим Богом. То есть, Руфь, ну, скажем так, с Нееменью, она ухаживала, ну, если это корректно сказать, за Нееменью, и она пришла в Вифлеем, и Руфь что сделала? Вышла замуж за Вооза. То есть, бабушка она была, да, Давида? Или прабабушка? Прабабушка. То есть, она была прабабушка Давида. Прабабушка Давида, пардон, была кто? Язычница вообще. Но, которая приняла Бога на имение, то есть, Бога живого. Улавливаете? Вот мы видим это соединение из двух одно. Давид был нечистокровным евреем, если так вот впадать в... А по маме так вообще, да? То есть, но это образ, это пророческие образы, которые, возможно, Павел и показывал евреям-то, когда он пытался вот вот эту линию показать, откуда Господь Иисус, да, Мессия пришел. И вот эту линию и физическую, и Божью, поэтому это пророческий образ. В принципе, если мы говорим о образах Иисуса Христа в Библии, то каждая книга, я прошу прощения, Ветхого Завета, да, каждая книга Ветхого Завета, это пророчески говорит об Мессии. Тора говорит о Мессии, однозначно. Там все говорит о Мессии. События, какие-то... Там скиния Моисея, все это говорит об Иисусе Христе. Христос, конец закона. То есть, закон где-то водит только ко Христу. То есть, все там не для того, чтобы укоренить иудаизм, а для того, чтобы показать Мессию. Вот он, путь спасения. Мы об этом, с этого начали говорить вчера, или позавчера, что история Израиля, вот библейская история Израиля, это история спасения человечества в миниатюре. Итак, Руфь выходит замуж за Ваоза, и это прообраз церкви из двух, одно. Аминь. Есфирь. Есфирь, это прообраз церкви. Как о Есфирь сказано? Кто читал Есфирь, книгу? Все читали. Они... Нет, 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 ни в коем случае. Возможно, это, ну, для кого-то вызывающе звучит. Уж потерпите меня. Но я пытаюсь сделать это соединение, как бы, чтобы убралась вот эта неприязнь. Чтобы была свобода проповеди церкви евреям и евреям более открыты. Я имею в виду и людей. Потому что амиссианские евреи, они тоже могут в этом увидеть, что это хорошо церковь, это неплохо церковь. Но когда я говорю о церкви, я говорю о верующих в Иисуса Христа в данном случае. В чем она, прообраз церкви? Давайте подумаем. Кто она? О ней как сказано? О ее родителях что сказано? Она была сирота. Так. Она вначале у нее было имя Хадаса. Да. Ну, Гадаса, Хадаса. Да. Она стала царистой, она стала эссиитой. Так. Мардахей, кто был ей? Я. Я. Или более точно двоюродный брат, да. Ну, или там родственник, скажем так, чтобы не детализировать, да, То есть, он был ее родственник, да, то есть, он был ее духовным наставником, скажем так, и воспитателем, и именно он, в общем-то, вдохновлял ее на какие-то свершения. Кто заступился за израильский народ? Есфирь. Она стала перед царем. Именно вот в этом ракурсе церковь, это образ. Потому что, если уже в завтрашний наш урок потихоньку переходить, то сегодняшняя проблема Израиля, геополитическая проблема Израиля, кто единственный, кто готов защищать Израиль? Евангельская церковь, верующий, совершенно верный. Я имею ввиду верующего Иисуса Христа. Однозначно. И вот в этом смысле это про образ церкви. Когда Мардахей сказал Есфире, если ты не заступишь, если ты говорить не будешь, не для всего ли времени ты стала в такой позиции, не для этого ли времени, чтобы защитить свой народ, потому что твои корни, они отсюда. У тебя имя стало языческим, но твои корни, они здесь. Вот он, твой народ. вот в каком аспекте. Понятно, это образы, но в любом случае, это учит христианскую церковь сегодня переступить или разбить этот дух антисемитизма, эту доктрину замещения и понимать, что церковь сегодня, христианство сегодня, это то, что должно встать в проломе, защищать еврейский народ, как проповедуя им, так и в моральном аспекте защищать еврейский народ. Аминь. Итак, это образы, которые мы можем, конечно, мы больше можем верить образов, но это такие два самых ярких, которые я хотел бы показать. В принципе, мы, конечно, можем еще пофантазировать, сейчас где-то приукрасить, где-то за уши подтянуть какие-то ситуации, но вот эти два ярких примера, которые показывают нам, вот оно соединение, вот, если говорить о Руфе, вот язычники и евреи соединились, и Давид родился. Язычники и евреи. Помните, из двух один новый человек. И второй вот этот образ в эсфире, это задача церкви, или одно из призваний церкви, если хотите, это, с одной стороны, проповедовать Евангелие, с другой стороны, стоять в проломе за еврейский народ, стоять в проломе за Израиль, и даже за государство Израиль, если это говорить о политическом уровне, но, во-первых, о духовном уровне. конечно, стоять в проломе, то есть, это молитвенный пролом, это ходатайство, молиться, проповедовать, стоять в проломе, это молитва, Аминь. Хорошо, давайте мы, наверное, на сегодня закончим, и завтрашний день мы посвятим о современном взаимоотношении церкви и Израиле, как раз я основание заложил, царица Исфирь, разве что, если есть вопросы, пожалуйста, несколько минут, и помолимся и с миром Божьим. У матросов нет вопросов. Надеюсь, что и все понятно или как? Все чудесно. Ну, слава Богу. Хорошо, тогда давайте склоним голову и помолимся. Дорогой Дух Святой, мы благодарим Тебя за Твою научающую благодать, и мы благодарим Тебя, Господь, за это единство в христианском теле, единство в вопросе проповеди еврейскому народу, любви к еврейскому народу, благословения еврейского народа. Господь мой, мы не соглашаемся с этим мерзким духом антисемитизма, с этим, идеей, с этой доктриной замещения. Мы отвергаем ее во имя Иисуса Христа, именем Иисуса Христа мы разбиваем этот мерзкий дух и мы провозглашаем благословение Израилю, благословение еврейскому народу, благословение Израилю во имя Иисуса Христа. Аллелуйя. Господь, благодарим Тебя. И мы говорим, будь благословен Израиль, и план Божий в Тебе доисполнится во имя Иисуса. И все это скажем Аминь, 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 Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok